здравствуйте дамы и господа сегодня вас ожидают необычный выпуск нашей программы потому что мы расскажем вам об автомобиле который вы прекрасно знаете это nissan x-trail помните ровно год назад в киеве мы уже снимали беленький nissan x-trail и тогда эта машина нам очень понравилось испортил впечатление лишь мотор 16 дизельный а также коробка вариатор и принципе тогда у нас была моноприводная версия что не позволило нам как минимум забрызгать ваши красивые голубые экраны какой-либо глиной но сегодня мы обязательно исправимся мы с вами находимся в швейцарии это окрестности города тюриха направляемся в северную германию и все это ради того чтобы показать и рассказать вам на что способен nissan x-trail совершенно новым дизельным двухлитровым двигателем вот такие машины будут продаваться у нас в украине летом 2017 года но сейчас я приглашаю вас в салон этого автомобиля и предлагаю вместе со мной проехаться сперва по прекрасным дорогам швейцарии ну и конечно же посетить северную германию поехали с нами здесь невероятно тепло несмотря то что новый год уже совсем скоро сегодня у нас в руках обновленный nissan x-trail с вариаторной коробкой полным приводом и абсолютно новым турбодизельным мотором объемом 2 литра вот об этом мы вам сегодня расскажем очень подробно ну а пока я скажу о самом главном первая передача это не рекламный продукт потому все что вы слышите и видите в нашей программе это субъективное мнение всей нашей редакции и Продолжение следует... 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 под Киевом, дала от 0 до сотки, 13,6 секунды. Этот результат нам тогда не очень сильно понравился, но это новый X-Trail, у него 2-литровый двигатель уже, и мы надеемся получить более приятные результаты. Итак, девайс у нас готов, я сейчас его попытаюсь включить. Итак, вы готовы? Будем производить разгон по стандартной схеме, я давлю газ в пол и ждем, пока эта машина разгонится до первой сотки. Итак, поехали. Ну, очень инертно, конечно, начинается разгон, есть турбояма определенная, но, тем не менее, потом машина как бы взрывается и дает довольно неплохие динамические характеристики. 10,4, друзья, но это совсем другое дело, 10,4 практически то, что нам обещали японцы. Хороший результат, двигатель 2.0 показал, что не зря он будет установлен в новых Nissan X-Trail. Если сравнивать эту машину с той версией, которую мы тестировали в Киеве, то действительно динамические характеристики здесь намного значительно серьезнее. Там было, напомню, 13,6, здесь 10,4. Вот так, ненароком, друзья, мы у Бысика проехали отличные дороги Швейцарии и въехали уже в Северную Германию. Здесь у нас дорожка стала пошире, и самое главное, она здесь безлимитная. Это безлимитный автобан, и наша скорость продолжает увеличиваться. Сейчас мы уже едем на отметке 160 км в час. Я хочу сказать, что чувствую себя абсолютно адекватно. Эта машина позволяет нажать тапок в пол. У нас 2,5 тысячи оборотов. Мы проезжаем эти крутые повороты, крутой серпантин на довольно-таки высокой скорости. Вы не поверите, она очень хорошо держит дорогу. Она буквально цепляется за асфальт, и это меня лично очень приятно удивило. Если сравнить вот эту версию с той, которую мы тестировали в Киеве, то, знаете, вот эта машина мне нравится чуточку больше. По крайней мере, как мне показалось, она тише. Здесь японцы немножко улучшили шумоизоляцию, и это огромный плюс. И, скажем так, для нашего потребителя это вообще важно, потому что становится одним из основных критериев при выборе автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok Как мы вам и обещали, сейчас начинается самое главное, потому что мы с вами находимся в Северной Германии, а приехали мы сюда для того, чтобы испытать эту машину бездорожьем. Здесь очень серьезная трасса, это строительный карьер, и, собственно, что я говорю, сейчас вы сами все увидите. Готовьтесь и держите свои телевизоры покрепче, потому что сейчас начинается самый серьезный офф-роуд нашей программы. Ну что же, я надеюсь, наш Nissan X-Trail выдержит эти испытания. Поехали! Мы сейчас находимся в карьере, здесь очень трудные условия для нашего автомобиля. Грязевые ванны, также очень пыльная каменистая дорога. Это настоящее испытание для нашего X-Trail. У нас работает сейчас полный привод. Автомобиль, конечно, старается, но, тем не менее, вы сами все видите, как он прекрасно выезжает и решает все задачи, которые мы сейчас перед ним ставим, друзья. Опа! Мы сейчас проходим диагональное вывешивание, друзья. Наши колеса подвешены в воздухе, но это не мешает автомобилю ехать, как танк, дальше. Я напомню, что это гражданская машина, друзья. И это машина, которая предназначена для городской езды. Перед нами огромная лужа, вы сейчас сами ее увидите. И причем это не просто вода, который налит на асфальт. Под этой лужей настоящая грязь, и это довольно сложная задача для нашего автомобиля. Я надеюсь, что он с ней справится. КОНЕЦ И вот именно на таких дорогах можно понять, как работает по-настоящему подвеска Nissan X-Trail. И меня это очень радует, друзья. Абсолютно никакого акустического дискомфорта я не ощущаю, никаких пробоев. Действительно, отрабатывает очень прилично, очень комфортно. И вы сами видите, какие здесь дороги. На этом все. Я думаю, что вам эти кадры очень понравились. Но самое главное, что наш автомобиль Nissan X-Trail выдержал эти испытания и показал себя, можно сказать, с лучшей стороны. Это первая передача на 24-м канале. Напомню, что мы тестировали автомобиль в Швейцарии, а также в Северной Германии. Ну а сейчас мы отправляемся снова в Цюрих и будем продолжать вам рассказывать историю о нашем Nissan X-Trail с новым двигателем 2.0 турбодизель. Помните, я говорил вам, что дизельный двигатель 1.6 в спокойном режиме работает как бензиновая версия? Я удостоверился, что у нас дизельная версия только после того, когда открыл заправочный лючок. Так вот, здесь такого ощущения, к сожалению, нет. Чувствуется, что у нас все-таки работает под капотом дизель. Даже на малых оборотах с под капота чувствуется характерный дизельный рокот. Если вы думаете, что новый двухлитровый дизельный мотор в паре с коробкой вариатор работает как брат и сестра, то вы, конечно же, немножко ошибаетесь. Да, можно сказать, что это брат и сестра, но все же сводные родственники. При нажатии на газ коробка уже имитирует переключение передач. И даже может показаться, что вы работаете с привычным гидротрансформатором. Но если вы нажимаете чуть-чуть больше газу даете, то, конечно же, стрелка тахометра все-таки, как и раньше, заваливается на повышенные обороты. Ну, а салон наполняется неприятным акустическим эффектом. Хотя, действительно, не могу не отметить, что коробка и мотор теперь работают в паре значительно лучше. На презентации Nissan X-Trail здесь, в Швейцарии, мы задали инженерам Nissan главный вопрос. А сможет ли вот эта вот коробка, вариаторная коробка, выдержать такой мощный двигатель с таким серьезным моментом? Так вот, они клятвенно нас уверяли и готовы были сделать себе харакири, чтобы убедить нас в том, что это одна из самых надежных коробок, которые есть сейчас в Европе и в мире. Сказали, что они делали масса тестов с этим двигателем, что коробка ни разу у них не поломалась. И можно не бояться по поводу ее надежности. Не дай бог, друзья, кто-то пожаловаться в нашем фейсбуке или же в ютюбе на эту коробку. Мы вернемся сюда, в Швейцарию, и обязательно напомним этому японцу о его клятве. Пусть делают харакири. И, конечно, очень важный вопрос, и независимо, какой это автомобиль и какая у него стоимость, это расход. Особенно важно это для наших украинских широт, потому что у нас очень дорогое топливо, кроме для наших карманов. Так вот, если сравнивать вот эту машину с предыдущей версией, я говорю о двигателе 1.6, который мы тестировали в Украине, тогда у нас получалось по трассе около 6,5 литров солярки. Вот такой вот расход. Довольно приятный, и тогда мы отметили и даже поаплодировали. Что касается двухлитрового двигателя, если посмотреть по компьютеру, мы, конечно же, все замерили, округлили, обнулили, и у нас получилось, ну, в таком щадящем режиме 8,6 литра. И уж поверьте, мы едем по дорогам Швейцарии на европейско-солярке, и можно сказать, что мы едем в овощном режиме, потому что если вы хоть раз выезжали за границу, вы понимаете, что лихачить здесь нельзя. Любое нажатие на газ чревато потерей 150 евро за превышение скорости. И вот в таком режиме у нас получилось 8,6 литра на 100 километров. За удовольствие, в данном случае за мощность, нужно платить. Вот и все, друзья. Это первая передача на канале 24. И лично для меня время нашей программы пролетело как один миг, потому что мы, напомню, находимся с вами в Швейцарии. Мы уже вернулись с Северной Германии, и, честно сказать, удивительная здесь местность. Нам очень понравилось, и я очень надеюсь, что вы тоже насладились этой картинкой, которую вы сегодня и видели на своих голубых экранах. Что касается нашей новинки, это Nissan X-Trail с абсолютно новым двухлитровым турбодизелем, а также вариатором и полным приводом. Однозначно можно сказать, что это именно то, что не хватало уже новой генерации Nissan X-Trail. Это именно то, о чем говорили тысячи потенциальных клиентов этой машины, которые не выбирали Nissan X-Trail, потому что они не хотели ездить на слабых двигателях. А еще невозможность заказать полный привод с вариаторной коробкой, ну, практически ставили крест на продажах этой версии, по крайней мере, в Украине. И вот новая версия Nissan X-Trail с дизельным двигателем, с вариаторной коробкой и полным приводом. Это, друзья, совсем другое дело, потому что сейчас, как говорится, Nissan может предложить вам автомобиль на любой вкус и кошелек. Хотите полный привод, хотите передний, хотите двухлитровый двигатель, хотите 1.6, ручка или же вариатор. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. И, конечно, такой широкий выбор комплектации сделает однозначно эту машину еще более привлекательной среди массы конкурентов, которые есть на нашем рынке. Осталось лишь узнать цену этой машины, которая будет оглашена буквально через несколько месяцев. Следите за нашими новостями на нашем сайте Первая передача Украина. Также подписывайтесь на наш Facebook, Первая передача, канал 24. Не забывайте заходить на наш YouTube-канал Первая передача 24. На этом все, друзья. С вами был Александр Федченко и вся наша команда Первой передачи. Спасибо, что оставались с нами все это время. До новых встреч на канале 24, друзья. Привет вам из солнечной Швейцарии. Па-па. Привет вам из солнечной Швейцарии.